Ну что, девчата, пока мы были в отпуске, в доме продолжались ремонтные работы, поэтому сейчас будем с вами смотреть. Но вы уже видите, что фасад готов, он нас белого цвета, по низу идет мозаичная штукатурка серого цвета. Нам наверху поставили отливы, сверху, видите, сделали вот эти вот крышки, должны, по-моему, были смонтировать флюгель, кажется, он так называется. Заказали мы светильники, как раз подсветку на фасад дома, ну и внутри тоже продолжались работы, сейчас пойдем с вами смотреть. Заказали мы еще фасадное освещение, разные экземпляры, вот сейчас будем прикладывать и смотреть, как будет все это вместе выглядеть. Ну и нам сегодня приезжал клининг, мыл окна с наружной стороны. Почему вызвали, потому что пока стоят леса, в общем, это удобно сделать. Так. А вот и кот или кошка, который к нам забежал, да, Маш? Ну какой беспардонный, да? Ну ага. Ну еще вот такие варианты, ну вот белый он вообще слился, потерялся. Девчата, ну и входная зона, видите, уже сделали западные элементы, чтобы крепить здесь лиственницу, крепить дерево. В общем, ждем материал, заказали мы его, и я жду, когда уже смонтируют, потому что, я думаю, здорово сразу все преобразится. Ну и сюда нам нужно заказывать специальную плитку для террасы, она как-то укладывается на стульчики. Специальным образом, в общем, будем этим заниматься. Итак, на первом этаже, как вы можете заметить, нам сделали все откосы. Ну и на втором этаже тоже нам начали уже шпаклевать. Сейчас пойдем, покажу. Готовить, в общем-то, стены для поклейки стеклохолста, потому что у нас стены будут под покраску, их нужно хорошо выравнивать, чтобы они были идеальными. Вот так вот все выглядит здесь. И такой тормозящий момент для того, чтобы приступить к отделке стен, это была установка подрозетников, поэтому у нас сейчас работают еще электрики, которые монтируют подрозетники. И вот здесь как раз материал, стеклохолст, чем работают маляры. Ну и сейчас выходной, и вот вам покажу, такой штучка не шкурит стены, чтобы все было гладко. Один раз уже, по-моему, здесь зашпаклевали. Цвет стен отличается. Вот там не зашпаклеванные колонны стоят, а это уже первый раз. А вот видно, видите, разницу к потолку, если подняться, посмотреть. Вот. Ну и здесь вот розетки. Тоже нас ждали, согласовывали некоторые моменты. Вот. В нашей спальне поставили перегородку. Вот такая. Она как раз-таки будет отделять рабочую зону. В общем, такие изменения, такие перемены, пока мы были в отпуске. Скажу вам фасад с другой стороны. Тут как раз вышло. Леся открыл дверь. Вот так вот. И здесь оставили леса, потому что вот как раз сегодня должны приехать, монтировать водосточную систему с этой стороны и со стороны гаража. В общем, леса остались еще. Сейчас вам покажу урожай. Урожай наш. Вот, видите-ка. Яблочки. Красивые. Тут, конечно, уже много попадало. Вот. Сейчас вам покажу. Смотрите, какая красота. Какая красота. Здесь тоже яблочки. Покажу вам водосточную систему, которую нам смонтировали. Так она выглядит, смотрится. Ну, а где у нас террасы? Здесь предполагается маркиза. И вот здесь тоже водосточную систему сделали. Два желоба у нас. Вот так вот. До конца лета остался всего месяц, и я решила приготовить детям полезные сладости из фруктов. Хочу приготовить домашнюю пастилу, ведь ее так любят мои дети. Когда готовлю сама, точно могу быть уверена, что в составе нет ничего лишнего. У меня появилась сушилка изидри. Пока подготавливаю ингредиенты и закладываю все в сушилку, буду потихоньку рассказывать вам про свой выбор, почему остановила его именно на этой марке. Так, дорогие мои, у меня здесь 3 килограмма яблок. Я их уже помыла. Сейчас буду очищать от кожуры и убирать сердцевину. Собственно говоря, это все, это то, что занимает больше времени именно такой нашей активной работы. А дальше мы наши яблоки превращаем в яблочное пюре, раскладываем все по поддонам сушилки. Ну и на этом наша работа заканчивается, а через 12 часов достанем готовую пастилу. Теперь непосредственно о плюсах сушилки изидри. Сохраняется 97% всех полезных микро- и макроэлементов, витаминов, содержащихся в продуктах. Для меня, как для мамы троих деток, это возможность готовить здоровые перекусы, польза для детей, сладкой, без сахара. Обратите внимание на форму сушилки. Она круглая, может не самая эргономичная, но только при такой форме сушка идет правильно, потому что воздух равномерно распределяется от краев к центру, и запахи тоже не смешиваются. Не нужно переставлять поддоны, как в квадратных и других круглых сушилках. Идеально просчитаны форма и высота поддонов для наилучшего результата. Я вам сейчас показываю, что идет в комплекте, но вы более подробно сможете ознакомиться на сайте, ссылочку, конечно же, я вам оставлю. Согласитесь, что готовить такие снеки дома гораздо дешевле, чем покупать в магазинах. Низкий расход энергии даже при больших загрузках. Не важно, сколько поддонов сушится, 5 или 20, кстати, поддоны можно докупать дополнительно. Время сушечки почти одинаково. Значит, чем больше загружена, тем сушка дешевле и быстрее. Можно ее вообще оставить на ночь, это абсолютно безопасно. А если она закончит цикл, то будет поддерживать температуру, чтобы влага обратно не набралась в снеке. Такого больше нет ни у кого. Ссылку на сушилку оставлю в описании к видео, переходите, можете ознакомиться подробнее, ведь в ней можно сушить и зелень, и овощи, фрукты, ягоды, грибы, мясо и многое другое. Получается намного вкуснее, чем из магазина. Девочки, ну и посмотрите, вот такая пастила получается. Тут уже с Машей едим. Вот, очень вкусные, самое главное натуральные, только яблоки и ничего больше. Так удобно ставить на ночь сушилку, вот, минимум усилий, и с утра у вас такое лакомство. А мы сегодня вечером выбрались в город, идем смотреть керамическую плитку, вот, нужно уже заказывать. Ну, тут прям как будто бы камень, да, такой вот. Да. Вот здесь вот идет, вот это все, вот здесь вот. Угу. Вот это, да. Вот ты понимаешь, что откинька розовый, как бы, наверное, я не знаю, просто на том, что он там... Вот пинг, вот такой вот, вот это вот, он, оникс пинг. Вот он, смотри, он не такой... Леш, а вот... вот мне кажется, патон этот-то какой-то сероватый, хотя так, в принципе... Так, это отлас... Так, что это отласконкорд, это итальянская. А, итальянская. Ну, как, у них, смотрите, как идет. А, я просто увидела Россию. У них производство в России, производство в России, в России в два раза дешевле, но по качеству, как бы, ну, и вообще все хорошо. А вот они, видишь, еще сбоку стоят. да, с копеносом, с копеносом, то есть, какие-то вариантики. Но лучше вот это на улице, то есть, он просто не существует. То есть, в 20-х капеллях, это самая большая, это очень иногда, прям гранита. А вот, в 20-х капеллях, а это тоже уличная вот эта вот? Да, да, да. То есть, она как прочность, высокого скольжения, стойко-сквозествия, солей, термическая стойкость, нету. Ну что, мы приехали на шопинг. Нужно посмотреть для школы какие-нибудь блузочки. Вот. Ну и пока девчонки в моде, конечно, там канцелярия, мы решили с Машей дойти до лайма. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас посмотрим, что-нибудь тебе. Что мы Машу посмотрим? Да, что мы Машу? это штучка, которая просто убегает из рук. Маш, что тебе дать? Что мы тебе возьмем? дайте ей что-нибудь в ручке. А где Лиза? Ай, хорошо. Ой, смотрите, какой классный органайзер. 399 рублей всего стоит. Я так понимаю, это она многоразовая, пишешь и стираешь. Вон еще. Такие вот, смотрите-ка. А тут цены нету. Ой. Здравствуйте. Это что за дама такая? Маш, билет. Лиз, есть рубли. Ну что, я жмусь, я у нас. конечно. Прям белка, маш, и качи. Давай, давай, дай. Дашь ей публик? Да, она не мудренькая, она просто так не пойдет. Кушай, билет. Пиши, ага. Кушай, кушай. Все публик. Публик, дай ей. А, вижу, вижу. Мам, можете кашель. Вот она. А, вон, да, вижу. Мы увидели еще одну белку в парке. Ну и все побежали, конечно же, кормить. Вот она, смотрите. Вон она маленькая. Хорошка, да, Маш? Сейчас белку поедем смотреть. Я скажу, только не понимаю, куда смотреть надо. Вон она. Еще два шага, присаживайся, присаживайся, присаживайся. Присаживайся, София. Бежала, да, дочь. Вон она так все и бегает, смотрите, по полю. Ну, прикольно, что их вообще сюда завезли. Интересно. Утром стараюсь выделять хотя бы пару минут для себя. Массаж лица и наношу патчи, с которыми дальше иду заниматься домашними делами, потому что увлажнение в области глаз мне необходимо. У меня патчи от бренда Mascaholic показывала вам их и раньше. Очень нравится мне, как они работают. Кстати, еще и стоит сейчас немного. Патчи, во-первых, хорошо увлажняет кожу под глазами и посмотрите, сколько там сыворотки. Особенно это актуально и нравятся они мне в межсезонье. В упаковке идет 4 пары, каждая пара в индивидуальной упаковке это очень удобно можно взять с собой. Допустим, пока отвозим детей в школу, в садик или куда-то едем. В машине удобно воспользоваться. Патчи очень мягкие, из нежной ткани и плотно прилегают. В общем, практически не ощущается на лице. Большой размер, посмотрите, какой большой размер патчей, как я вам сказала. Хорошо они прям пропитаны, много сыворотки и классно прилегают, поэтому я могу идти заниматься домашними делами прям в них. В общем, классные патчи, всем советую. И у меня есть для вас приятный бонус, промо-код. Промо-код Катя30 дает скидку в 30% на всю косметику бренда. Цена получается супер привлекательной. Ссылочку на патчи и мой промо-код ищите уже в описании к видео. Дорогие, как вы поняли, у нас уже утро следующего дня, поэтому привожу спальню в порядок и включаю робот-пылесос. Он мне сейчас как раз пропылесосит и помоет пол. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, продолжаю вам показывать. Какие у нас здесь изменения. Смотрите, перегородку оштукатурили. Вот так, теперь она выглядит. Здесь все беленько, чистое. Штробили, видимо, ставили под розетники, поэтому вот этот вот кусочек еще не сделали. Вот, и здесь мы планируем, как вам и сказала, поставить пока Машенькину кроватку. А так это должно было быть, ну, такое рабочее пространство, рабочая зона. Вот. Так. И тут уже, видите, стены белые. В общем-то, нам должны два раза их ошпаклевать, наклеить стеклохолст, еще раз ошпаклевать, по-моему. Ну, в общем, готовят, готовят к покраске. И здесь тоже вывели под розетники. А эта стена, она прям должна быть такой мягкой. Будем заказывать стеновые панели и тут вот прям кровать. Вот таким образом. То есть здесь это именно такая зона чистой кровати при кроватной тумбочке и все. Ну, вот здесь вот зоны под ТВ. А здесь предполагается мой туалетный столик. Не помню, показывала вам или нет, убрали у нас вот эту кирпичную кладку. Потом будут вот эту балку обрезать. Вот. Считали, что это лишнее, так как здесь не предусмотрена дверь. Вот. Кстати, вот гардеробная тоже вся беленькая. В санузле мы заказывали душевые системы. Приходили сантехники. Установили все нам. И теперь будут здесь все закрывать. Ну, упирается в плитку. Мы как раз ездили, смотрели плитку. В общем, ждем расчетов-просчетов. Ставливаем тоже кусочек. В общем, ездили, смотрели. Ну, мы опираемся на дизайн-проект. То есть, какая там номенклатура у нас прописана, мы то и заказываем. То есть, не просто там ходим, ищем, выбираем. Вот. Значит, смысл этого дизайн-проекта получается. Здесь выводы под ночную подсветку. Я тоже заказала уже. Вот. Сюда будет встраиваться такие красивые тоненькие полосочки золотые будут. Вот. А полотенцесушители тоже все. Ой, полотенцесушители. Тут радиаторы все сняли, чтобы смогли подготовить стены. В детском санузле аналогично тоже установили. Душевую систему. Они у нас везде встраиваемые. На первом этаже и на втором этаже. Здесь у девочек получается туалет с геническим душем. У нас биде. И вот здесь выводы под двойную раковину. Здесь у них будет ванна. Таким образом. Здесь тоже все беленькое, светленькое. Вот. У девочек зеркальные комнаты. Вот. Часто спрашиваете. Вот. Ну и машульки будем такой же делать. Так. Ну тут тоже уже все беленькое. Все. В общем. Первый слой они подготовили. Ну и вот подразедники тоже везде. То есть получается как у нас. Сейчас вам буду показывать. Значит здесь у нас будет шкаф, переходящий в рабочую зону. Рабочая зона, рабочий стол будет где-то вот здесь, по-моему, у нас идет. Вот. Да. Тут шкаф с подсветками. То есть предполагается комод, зеркало, как туалетный столик. Вот. Здесь телевизор. Здесь зона отдыха. Ну там типа кресло, что-то такое. Здесь кровать с прикроватными тумбочками. Ну и здесь все аналогично, все зеркально. Здесь пойдет шкаф, телевизор, зона отдыха, кровать. Вот. Так. Ну здесь пока еще у нас ничего не делали в плане стен. Потому что видите, вы нам выводили подсветку лестницы. Все вывели. Подсветка ступеней будет. Здесь так. А внизу, вот. Внизу сейчас покажу, спущусь, покажу. Вот. Внизу вывели прям уже к самим ступенькам. Опять тут вот штробили. Всю разводку электрики мы делали до штукатурки стен. Вот. Но уже непосредственно какие-то выводы, что-то нам уже делали вот сейчас. То есть штробили. Здесь тоже, видите, уже побелели стены. Но тут вот осталась стена, как и была. Потому что здесь будет у нас широкоформатный керамогранит. Вот. Ну и, соответственно, там, где мебель, тоже тут вот за кухню ничего не делали. Там пометочка мебель. Вот так вот уже прям все белеет, светлеет. Вот. Потихоньку-потихоньку продвигаемся. Ну, видите, да, разницу, какие стены были, какие становятся. Вот так. Так. Здесь, кстати, тоже у нас будет ночная подсветка. Вот. Стену вмонтирована. В общем, ждем, когда все придет. Дом, конечно, сейчас уже так меняется, преображается просто на глазах. Тоже душевую систему установили. И также в котельной нам положили напольную плитку, которая куплена была еще давным-давно. В Леруа Мерлен вместе вот с настенной. Ну, сейчас наконец-то все установлено. И можно вот так вот. В общем, положили. Все будут затирать. Все эпоксидной затиркой. Вот. У нас, кстати, эпоксидкой затерты швы и на стенах. Вот такая вот здесь комната. И нам, знаете, как советовали? Ну, так как, видите, здесь всякие трубы выходят из пола. Вот. Засыпать все белой такой мраморной крошкой. Говорят, что красиво смотрится. И вот, ну, все закрыто, все аккуратно получается. Возможно, мы прислушиваемся к совету и сделаем вот так. Сейчас сюда наступать не буду, потому что плитка должна встать. Ну, в общем, вот. Дела потихоньку продвигаются. Иду яблочко срывать. Смотрите, какие красивые. Сейчас возьму себе. Ай! Я решила привести террасу, вот это вот пространство в порядок, потому что штукатурили дом. Естественно, и штукатурка нападала, и разный строительный мусор. Ну, неприятно, знаете, ходить через все это, перешагивать. Хотя понятно, что это стройка и так всегда, в принципе, и везде. Ну, мы решили прибраться, и я стала подметать, потом Леша ко мне присоединился, потому что вот эта штукатурка, она так сильно пристала, прилипла, что вот Леша пробовал и лопатой, и по-разному, только, знаете, шпателем хорошо она отставала. Все равно нам надо будет готовить эту площадку для того, чтобы укладывать плитку. Как раз вам в самом начале влога показывала, когда мы выбирали плитку, там была вот эта толстая плитка, которая монтируется на стульчиках. Ладно, мои дорогие, буду с вами прощаться, буду заканчивать этот влог. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии, поддерживайте меня пальчиком вверх. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что поступают сообщения, что ютуб работает все хуже и хуже, и чтобы не потеряться, будем там вместе принимать решения, на какую площадку будем переходить. В общем, чтобы не потеряться, обязательно подписывайтесь. Ну, а мы продолжим заниматься делами на стройке. Всем хороших выходных, я в воскресенье, думаю, это видео публикую. Наверное, уже всем хорошей рабочей недели. Увидимся с вами совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok